Привет! Задумался я тут над измерением тока и напряжения для своего ЛБП. На самом деле это казалось не такая простая задача при измерениях обоих знаков. Изначально я думал поэкспериментировать с модулями на ADC1115, который достаточно неплох по параметрам 16-разрядный сигма-дельта, применяющийся как для измерения тока, так и напряжения. Но тут у меня возникли некоторые сомнения. К слову, у меня имеется весьма положительный пример работы с микросхемой INA233. Если кто не смотрел, на этом канале есть ряд видео про неё и её аналог INA226. Они также имеют 16-разрядный аналог цифровой преобразователей. Я даже выскажу предположение, что внутренняя структура этих АЦП аналогична и просто копируется из одной микросхемы в другую. Так вот, разработанный на её основе модуль измерения показал весьма достойную точность. Фотографиями поделился мой подписчик, одновременно заказчик модуля. Сергей, привет! Его задача измерения специфическая, так что не обращаем внимания на то, что указаны киловольты, а смотрим на абсолютное отклонение показаний от эталонного вольтметра. Во время работы над точностью измерения в этом проекте дописал часть программы для компенсации двух, пожалуй, самых значительных погрешностей АЦП. Это погрешность смещения, которая, по сути, представляет для себя некоторую константу, на которую отключаются все измеренные значения реального АЦП от идеального преобразования. Эта погрешность побеждается подбором этой самой константы и её последующим вычитанием из всех приходящих отчётов. Ещё её называют аддитивной погрешностью. Второй тип погрешности – это передаточная погрешность. Она вызывает пропорциональное отклонение прямой реального преобразования от идеального. Её ещё называют мультипликативной погрешностью. При этом на графиках это будет выглядеть как непараллельность линии преобразования. Для компенсации этой погрешности необходимо ввести некоторый коэффициент близкий к единице, на который мы домножим все приходящие отчёты. При этом этот коэффициент по абсолютному значению будет обратным тому вкладу, что приносит передаточная погрешность. Подытоживая вышесказанное, задача сводится к подбору коэффициентов в уравнении прямой линии y равно kx плюс c для минимизации отклонения реальных значений от эталона. Это может быть достаточно просто представлено в программе в итоговой формуле расчёта напряжения. Единственное, есть ряд особенностей реализации, так как есть общая рекомендация использовать для такого рода математической обработки целочисленную арифметику, так как плавающая точка может привести к некоторым случайным флуктациям погрешности, чего бы нам очень не хотелось. Существует ещё ряд погрешностей аналогоцифрового преобразования, в том числе особенно неприятных нелинейных погрешностей. Подобнее можете посмотреть АВР-120 и другие источники. При этом на данный момент я делаю вывод о доминирующем влиянии двух ранее перечисленных погрешностей при измерении напряжения конкретным АЦП. Стоит отметить, что всё вышесказанное касалось только самого аналогоцифрового преобразования и не учитывало влияние внешних цепей, фильтров, измерительных датчиков. Так, например, при измерении тока шунтом имеет смысл сначала откалибровать его по истинному значению сопротивления, которое может на несколько процентов и больше отличаться от указанного номинала. Ещё, конечно, нельзя забывать о температурном коэффициенте сопротивления, который будет изменять наше сопротивление при изменении протекающего через него тока. Так вот, случилось, что мне пришлась под местной одна очень интересная микросхема, оформленная в виде одноимённого модуля. Это Sigma Delta ACP ADC 1220, представляющий собой, по сути, целый ряд устройств на одном кристалле. Конечно, первым бросается в глаза разрядность 24 бита, что значительно превосходит то, о чём я говорил ранее. Максимальная частота выбора к 2000 в секунду в высокоскоростном режиме. Но в данном случае для моих нужд мониторинга напряжения и тока необходимой достаточно всего лишь нескольких преобразований в секунду. Примерно с такой частотой обновляют информацию о мультиметрах. Встроенный программируемый дифференциальный усилитель делает это похожим на EDC 1115. Ещё есть фильтры подавления частоты сети на 50 дробь 60 Гц, встроенный источник опорного напряжения на 2,048 Вольт, датчик температуры и даже программируемые источники тока для работы с четырёхпроводными температурными датчиками и измерительными мостами. Вот такая забавная вещица. Как, кстати, будет правильно? Сигма-дельта или дельта-сигма? Возвращаясь чуть назад, скажу пару слов тех, кому интересен проект прецизионного ЛБП. По своей неосторожности я сотворил небольшое зло над микросхемой ЦАПа, которая у меня была. История развивалась так. В процессе некоторых тестов я получил удовлетворительную стабильность по устанавливаемым параметрам и забежал немного вперёд, дабы посмотреть шумовую характеристику выхода. И тут меня ждало некоторое удивление и расстройство. Я наблюдал некий шумовой сигнал на уровне более 120 мВ по пиковым значениям, что значительно хуже моих ожиданий. Это привело к тому, что я начал копаться в шумах питания, пытаясь выявить источник. Снимал, одевал зажимы на щупы, устанавливал и снимал пружинку малоиндукционного измерения, но всё тщетно. И вот в этом множестве попыток я совершил страшное. Щупом был замкнут выход 15-вольтового стабилизатора на выход 5-вольтового. Самим стабилизатором от этого, конечно, ни холодно, ни жарко. Но вот беда в том, что 15 вольт прокатилась по 5-вольтовой шине и нашла свою жертву. Единственная микросхема на 5 вольтах питания, которая была не готова к таким ударам судьбы, оказался мой супер-пупер 16-битный ЦАП, у которого строго на строку указано не более 7 вольт питания. И всё, более он признаки жизни не подавал. Я горевал несколько дней, но потом решил заказать ещё парочку таких и заодно проверить один очень большой китайский магазин компонентов. А теперь вы спросите, что же с шумами-то было? Не повторяйте мои ошибки, и возможно даже самые внимательные по оселограмме догадались, почему уровень шума был завышен. При том, что схема тут совершенно ни при чём. Всё дело было в делителе щупов, установленных на 10. Это делает из них настоящие усилители шума. Сейчас вы видите одновременно оселограммы с делителем и без, и в одном случае это 120 мВ, а в другом всего 4 мВ. Об этом стоило догадаться сразу, но вышло то, что вышло. Я тут пока вид HMI для одного канала наворосал. И да, кстати, проект плавно перекатывается на контроллер от Mega 2560. Вот такой солидный экранчик 480х320. Ну и все остальные преимущества большого объёма памяти и много входов-выходов у Ардуино Мега. Итак, продолжим с EDC1220. Я посмотрел, что на ютубе нет ни одного русскоязычного видео по этой микросхеме. Это надо исправлять. Я нашёл даже готовую библиотеку. И хотя мне не всё в ней нравится, она позволяет очень быстро оживить этот модуль. Возможно, я разберусь, как на её основе управлять всеми без исключения внутренними регистрами и битами EDC1220. И тогда это будет уже дело. Вот тут, кстати, в начале передачи данных нам возвращают информацию о данных, записанных в 4 системных регистра этого АЦП. Ну вот вам пример. Как я уже говорил, у данной микросхемы есть цифровые фильтры подавления сетевого напряжения. Это нужно для исключения влияния в нашем случае 50 Гц от трансформаторов, проводки в доме, на наши измерения. Но по умолчанию для библиотеки стоит выбор универсального решения. Фильтр на 50 дробь 60 Гц. И проблема заключается в том, что универсальные решения обычно всегда хуже узконаправленных, а способа изменения этого в коде библиотеки не предусмотрено. Посмотрим на графики амплитуды частотных характеристик этих фильтров. Не обращайте внимания на весьма необычный вид АЧХ, это цифровые фильтры и поэтому есть такие ямы ослабления. Сосредоточимся на значении в соответствующем частоте 50 Гц. Оказывается, что подавление сетевого напряжения для варианта 50 дробь 60 Гц составляет где-то в районе 80 дБ. А вот если выбрать режим подавления только 50 Гц, то это уже будет около 120 дБ, что позволит полностью и бесповоротно забыть про сетевые наводки. К этой библиотеке идёт два примера с одиночным и циклическим измерением. Я сделал несколько тестов, подавая разные напряжения и для сравнения вывел информацию с моего мультиметра. При настройке коэффициента внутреннего усиления на единицу, максимально измеряемое напряжение будет равно напряжению опорного источника, в данном случае 2048 В. Я также провёл небольшой эксперимент при подаче маленького отрицательного напряжения на дифференциальный вход. Но как и ожидалось, измерить отрицательное напряжение при однополярном питании цепы не может. С этим надо быть очень аккуратным, так как производитель не рекомендует превышать на входах напряжения даже на 0,1 В больше или меньше шин питания. Ещё одной особенностью является возможность разделить на аналоговую цифровую как линию питания, так и линию Земли. Это даёт возможность отцепить прецизионную часть от шумящего цифрового питания, которое будет обязательно свистеть и трещать от меггерцовых переключений SPI. Тут, правда, есть одна загвоздка. На самом модуле Земли питания соединены через нулевые резисторы. Дабы исправить эту ситуацию, я отпаял феном эти перемычки. И да, после этого необходимо отдельно подавать ещё и аналоговое питание. В данном случае я провёл опыт с батарейкой и стабилизатором 7805. До единиц милливольт значения стоят стабильно. На микровольтах стоит шумок, но это, возможно, уже источник шипит. Я ещё сделал несколько тестов, и стабильность измерения меня весьма порадовала. При измерении напряжения батарейки показания менялись только на несколько единиц младшего разряда. А это не что иное, как 200 тысяч отсчётов. 200 тысяч! И вот мы и подошли к следующей, на этот раз уже достаточно сложной проблеме. Это измерение двухполярных значений тока и напряжения. При этом стоит учесть, что мы хотим видеть размах до 30 вольт и ток до 3 ампер. По этому поводу я даже немного пообщался с поддержкой Texas Instruments, и, как я и предполагал, существует не так и много простых решений этой проблемы. Один из вариантов – это питание нашего АЦП от двухполярного источника, плюс-минус 2,5 вольта. Таким образом, по этому варианту можно обойтись просто делителем напряжения до допустимых плюс-минус 2 вольт и делать дальнейшее преобразование. С точки зрения измерения напряжения это вполне приемлемо и даже, можно сказать, не так запарно. Нужно лишь две LM317 и LM337, чтобы создать ещё два питания плюс-минус 2,5 вольта. Вопрос с током это не решает. То есть это было бы возможно при подключении измерительного шунта на низкую сторону от питания, то есть после нагрузки. Тогда бы на АЦП можно было бы напрямую снимать сигнал, который был бы близок к нулю. Но в таком случае невозможно будет точно устанавливать напряжение на нагрузке. Оно будет всегда отличаться на величину падения напряжения на шунте. В этом плане я сделаю ещё небольшую ремарку о том, что измерительные микросхемы, построенные на эффекте Холла, хотя и значительно совершенствуются за последние годы, на данный момент здесь не годятся из-за низкой точности и высокого шумового уровня. Так что этот вариант был отброшен сразу. Остаётся один вариант, шунтом, установленным перед нагрузкой. Это называют измерением по высокой стороне. При этом обратная связь теперь может брать информацию непосредственно от нагрузки, чем обеспечит нам максимальный контроль. И даже можно будет делать выносную линию обратной связи, когда необходимо компенсировать падение напряжения на проводах. На хороших источниках питания это выглядит как выводы сенс. Это всё отлично, но для того, чтобы всё заработало, приходится выдумывать два нестандартных измерительных усилителя, способных подготовить выходное напряжение и ток нашего ЛБП для возможности измерения его аналога цифровым преобразователем. Так, для измерения напряжения в схеме происходит деление на 16 и смещение сигнала. Это делает суммирующий усилитель на ООУ. Я написал коротенько расчёт такого типа схем, кому интересно, можете посмотреть. Это частный случай для сумматора на два входа. Также существует общее решение для любого количества суммаций и вычитаний. Сделаю небольшую ремарку по поводу операционных усилителей и их применения в электронике. Если что, значит слово «усилитель» для многих понятно и без моих пояснений. Но вот объяснение слова «операционный» встречается уже несколько реже. Оказывается, что слово «операционный» подразумевает под собой не что иное, как математические операции, такие как сложение, вычитание, умножение, деление, модуль, логарифм и т.д. То есть на самом деле, несмотря на весьма простое значение слова, это очень важная идея для понимания. Нужно уже представлять схему не в виде деталей, номиналов, пен-переходов, а как математическое уравнение, описывающее, что произойдёт с некоторым входным сигналом, который будет проходить по этой электрической цепи. Этому методу описания цепей есть формальное название, как передаточная функция системы. И этим во многом оперирует такая прикладная научная дисциплина, как ТАУ. Итак, мы немного отвлеклись. Последней измерительной частью стал дифференциальный измерительный каскад на операционном усилителе для измерения падения напряжения на шунте. Существуют готовые усилители со встроенным шунтом, такие как ИНО-250, и об этом мне как раз говорил Гуру из Texas Instruments, но можно его собрать и самостоятельно. Нужно лишь понимать, что неплохо бы иметь резисторы в плечах, очень близкие по номиналам друг к другу, иначе это вызовет некоторое смещение и искажение выходного сигнала. По большому счету, конкретно моя реализация является не усилителем сигнала, а скорее его ослабителем. Более точное название этому классу устройств – аттенюаторы. Это можно понять из того, что номинал сопротивления в отрицательной обратной связи меньше сопротивления инвертирующего входа. Строго говоря, проектирование таких аттенюаторов на АУ не рекомендуется, так как все параметры операционных усилителей, проверяемые производителем, заявляются при коэффициентах усиления больше единицы. В данном случае у меня не было выбора, дабы не превысить допустимые напряжения на входах. Еще раз напомню, что я измеряю ток по высокой стороне с двухполярным напряжением до 30 В. Вот такой вот интересный экскурс мы сделали. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok